Центральной темой аппаратного совещания на этой неделе ожидаемо стал пуск тепла. В этом году он прошел относительно беспроблемно. Уже сейчас теплоноситель поступает во все школы и во все детские сады региона. По информации профильного министерства, отопительный сезон в объектах социальной сферы Ульяновской области стартовал еще 25 сентября. На контроле остаются три учреждения образования. Сейчас в них идет капитальный ремонт. Что до жилых многоквартирных домов, в области из 5379 уже отапливается 5286. В работе остаются 93 объекта. В основном все идет по графику. Есть, конечно, несколько ситуаций, где опять были обнаружены порывы, но все в штатном режиме. И мы в течение достаточно короткого промежутка времени эти причины устраняем и осуществляем пуск тепла в квартирные дома. В городе Ульяновске в жилые дома теплоноситель начал поступать с 9 октября. Поводит только одна котельная. С холодными батареями остались 7 домов на улице Луначарского и несколько в микрорайоне Репина. Решением проблем последнего занимаются в Т-плюс. В отношении собственника оборудования на Луначарского уже поступило обращение в прокуратуру. Что значит не идут на контакт? А? Что значит не идут на контакт? Мне говорят, телефон, может, отключил и не взаимодействует с нами. Хотя он включил систему ЮТУ, обязан был запустить эту котельную. Она что, не должен работать вообще в этой системе? Исключайте его из схемы. Поэтому все это обеспечите, чтобы дома эти отопливались. С началом отопительного в области завершается дорожно-строительный сезон. На средства регионального бюджета в этом году планировалось отремонтировать около 300 километров муниципальных дорог, 15 километров тротуаров и 5 мостов. Работы должны быть выполнены на 100% к 1 ноября. В 8 муниципальных образованиях работы завершены. Это Корсунский, Майинский район, Меликевский район. В трех районах работы ведутся. Это город Ульяновск, город Димитровград, Новоспарский район. Ремонт детских садов, благоустройство общественных пространств и спортивных зон, прокладка дорог и другое. 250 миллионов рублей региональный бюджет в этом году выделил на проекты инициативного бюджетирования. Общей сложности по программе удалось реализовать 138 идей, подготовленных жителями. Сейчас мы уже подводим итоги, перечисляем оставшиеся средства и получаем уже готовые проекты, которые жители в прошлом году голосовали. И одновременно, конечно же, с 5 сентября у нас стартовал новый отбор проекта поддержки местных инициатив на 2025 год. Прием заявок продлится до 15 ноября. В 2025-м отдельные направления в программе получат молодежь и пенсионеры. Увеличится и максимальный размер субсидий с 3 до 4 миллионов. На реализацию местных инициатив в следующем году бюджетом предусмотрено в общей сложности 100 миллионов рублей. Эта сумма еще может увеличиться. На текущий момент по программе поддержки местных инициатив уже подано 75 заявок через платформу «Открытый бюджет». Антон Кузьмин, Павел Асланиде, репортер 73.